Добрый день вы смотрите открытую студию проект места города низкая самооценка и ее последствия тема сегодняшнего эфира с нами на связи психолог елена бархатова добрый день елена правда ли что практически любой запрос клиента будь то самореализация отношения с родителями или с мужчиной так или иначе приведут к вопросу о самооценке да действительно это так потому что самооценка это фундамент человека это то на чем строится его личность и как правило она остается на всю жизнь практически неизменно если только он не прилагает у себя для того чтобы ее изменить у кого низкая самооценка чаще встречается у женщин или у мужчин здесь по половому признаку различий нет чаще встречается низкая самооценка у тех у кого для этого было определенное воспитание и неважно мужчина или женщина какая самооценка идеальная для комфортной жизни адекватная то есть когда она не завышенной в то же время не заниженная понимаете завышенная самооценка все думают что завышенная самооценка это человек такой очень хорошо уверенный в себе поэтому он относится свысока к людям но завышенная самооценка это знаете как у палки два конца с одной стороны заниженная самооценка с другой завышенная потому что фактически завышенная самооценка это тоже заниженная самооценка она неадекватная и человек пытается путем превосходства над другими скрыть свою неуверенность себе в своих силах как определить свою самооценку за 30 секунд есть ли некий тест но я думаю что люди у которых низкая самооценка в основном это знают быстрых тестов таких чтобы они были очень глубокие и очень информативные нет есть много разных тестов с множеством вопросов но если так очень быстренько попробуйте нарисовать лесенку из 10 ступенек и поставьте себя на этой лесенке на какой ступеньке будете вы положение на какой ступеньке ты стоишь определяет то куда ты себя относишь да куда ты себя относишь если внизу у нас люди с низкой самооценкой верху с высокой то представьте себе где вы будете находиться или например если я вам задам сейчас вопрос я вам дам открытку а вам необходимо ее подписать очень красиво потому что это открытка пойдет в подарок юбиляру какая ваша первая реакция что писать ну какое-то поздравление юбиляру красивым почерком какая ваша первая реакция будет ну наверное первая реакция вопрос а что мне такого написать чтобы юбиляру было приятно но здесь даже речь не о том что написать я вам дам текст не знаю тогда беру и подписываю отлично вы прошли тест а какие здесь есть вариации ответы на этот тест человек с низкой самооценкой будет говорить ой да что у меня плохой почерк я не смогу красиво написать с завышенной самооценкой а завышенная самооценка я не знаю может взять может сказать да ну это мне не надо каковы симптомы за нижней самооценки человек не уверен в себе он боится делать что-то новое либо если мы говорим о завышенной оценке как одной из сторон заниженной самооценки это ощущение превосходства по отношению к окружающим желание обесценивать других в чем разница между высокой самооценкой и высокомерием и о чем говорит последнее высокая самооценка это желание скрыть опять же свою неуверенность желание защититься от того чтобы встретиться именно со своей неуверенностью и слабостью в каком возрасте формируется самооценка и на базе чего самооценка формируется и основные черты личности до пяти лет ребенок рождается он еще ничего не знает он ничего не умеет он узнает о себе через отражение в окружающих и если родители ему говорят ты хороший ты замечательный у тебя все получается он верит родителя потому что они для него авторитеты но когда родители говорят ты тупой ты неумеха у тебя все из рук валится да ты ничего не можешь когда они у него все вырывает из рук и говорят да лучше мы сделаем сами так быстрее так лучше ребенка появляется ощущение что он действительно ничего не может и не умеет и тогда у него формируется неадекватная самооценка как родителям себя вести чтобы у ребенка была именно адекватная самооценка нужно позволять ребенку исследовать этот мир не нужно запрещать ему что-то находить что-то узнавать но есть конечно определенные запреты которые сто процентов нельзя но эти запреты должны быть у родителей обоюдные должны договариваться не должно быть такого что мама разрешает папа запрещает и наоборот должно быть какой-то определенный набор нельзя небольшое количество но ребенок все равно будет совершать ошибки потому что он познает мир и когда он совершает какую-то ошибку с ним нужно говорить разговаривать рассказывать о последствиях этой ошибки вот представьте себе ребенок не хочет чистить зубы не буду я чистить и все тогда родителям надо включить фантазию и вместо того чтобы ругаться кричать на ребенка заставлять сказать ему ну пожалуйста не чисти конечно ты можешь это делать твои микробы будут очень рады когда во рту не будет пасты они с удовольствием съедят твои зубки и вы увидите что ребенок сам пойдет чистить зубы то есть брать хитростью нет не хитростью фантазия это не хитрость ведь это правда что действительно если он не будет чистить зубы у него испортится эмаль и зубов не будет как поступать с теми кто пытается понизить самооценку лучший вариант конечно с такими людьми не общаться но это идеальный вариант к сожалению в нашей жизни это невозможно возможно может помочь если человек будет понимать что тот кто пытается его обесценить и занизить его самооценку он делает это для того чтобы себя хорошо это его проблема это не проблема того чью самооценку он пытается понизить знаете есть такое выражение унижая возвышаюсь и человек фактически он не растет не развивается для того чтобы стать лучше он остается на месте но для того чтобы мы чувствовать себя лучше нужно сделать это за счет кого-то другого и тогда он начинает обесценивать других и если помнить о том что это его проблема то тогда может быть удастся с этим справиться как быть если допустим женщина находится с мужчиной которые пытаются обесценить либо если это допустим близкие родственники допустим сестра мама те от кого ты не можешь отказаться вот как правильно себя вести ставить на место пытаться как-то противостоять либо игнорировать все зависит от каждого конкретного человека потому что если мы берем близкие отношения опять отношения с мамой это самые сложные самые травматичные отношения да нужно защищать себя нужно выстраивать свои границы нужно показывать человеку что с вами можно что с вами нельзя нужно ли пытаться соответствовать тому кто пытается обесценить и как как часто люди пытаются именно таким способом пойти допустим их за что-то критикуют и они пытаются соответствовать доказывать кому-то что он не такой нужно ли делать так как правило доказывает тот человек у которого неадекватная самооценка человек с адекватной самооценкой он знает себя он берет свои силы и он понимает что это не про него доказывать какой смысл ведь когда критикуют и обесценивают делают это не для того чтобы даже скажем так указать человеку на его слабости а делают это для того чтобы получить какую-то компенсацию или получить удовлетворение и когда человека за это цепляют за его слабость он начинает доказывать то обесценивающий получает то что ему нам назовите три типичные ошибки людей с низкой самооценкой нельзя не доверять себе нельзя быть неуверенным в своих силах и нельзя допускать критические мысли о самом себе каждый человек талантлив талантлив от рождения каждый уникален и нет таких людей у которых нет способностей откуда берется желание сравнивать себя с другими и нужно ли это делать сравнивать однозначно себя с другими людьми не нужно потому что эти люди совершенно другие и они не могут быть такими как вы кто-то из великих сказал для того чтобы узнать человека нужно одеть его обувь и пройти в этой обуви всю его жизнь и когда вы сравниваете себя с другими то же самое что сравнивать молоко с кирпичами сравнивать можно только себя сегодняшнего себя прошлом почему сравнивают ну вот представьте ребенок маленький растет что ему родители говорят вот если ты не будешь есть будешь такой же как тот-то или а вот петя из соседнего двора он хороший мальчик а ты не очень хороший или машенька учится на пятерке а у тебя тройки и это сравнение оно въедается в нас и мы постоянно пытаемся сравнивать где мы лучше где мы хуже как в таком случае если мы не сравниваем себя с другими понять в чем ты уникален в чем твои сильные и слабые стороны как это понять можно не сравнивать можно смотреть на других что делают они пытаться что-то делать самому если у тебя это получается если тебе это нравится значит это твою и ты можешь этим заниматься и получать от этого удовольствия а если ты сравниваешь думаешь вот я рисую вроде бы неплохо но вот кто-то другой рисует лучше чем я значит я плохой художник я не буду рисовать и тогда это тупиковый путь для развития мы всегда отталкиваемся от того к чему есть интерес да ребенок когда рождается он всегда чем-то интересуется но к сожалению родители очень часто бьют по рукам и у ребенка пропадает интерес а потом взрослый человек пытается найти что ему интересно ему это трудно потому что когда-то в детстве ему сказали что это ерунда что это у него не получится что этого нельзя надо искать что тебе нравится и делать это стоит ли составлять список своих сильных и слабых сторон да конечно это вообще замечательная методика ведения дневника своих сильных и слабых сторон потому что когда вы реально выписываете но лучше выписывать рукой потому что тогда мозг работает когда вы реально выписываете свои сильные стороны вы по-другому себе относиться появляется самоуважение появляется ощущение собственной ценности и понимание что вы и действительно стоите. Правда ли, что уверенный человек при прочих равных условиях добивается большего, чем тот, кто сомневается в своих силах? Да, потому что он не боится идти вперёд, он не боится совершать ошибки, потому что он знает, что он должен знать для того, чтобы идти вперёд. И он знает, что если он ошибётся, он всегда найдёт способ исправить эту ошибку и найти что-то новое. У него нет страха. А тот, кто боится идти вперёд, он остаётся на месте и постоянно всё откладывает. Назовите три критерия, три признака хорошей и здоровой самооценки человека. Вера в себя, уверенность в своих силах, доброжелательные отношения к людям. В каком возрасте ещё не поздно начать работать над самооценкой? Ни в каком не поздно. То есть даже в сознательном возрасте или в преклонном возрасте можно прийти и изменить ситуацию? Да, психика человека очень гибкая. Главное – желание человека. Если он понимает, что ему некомфортно, он всегда может прийти со специалистом поработать и решить какие-то вопросы. Как часто к вам приходят с одним запросом, а первопричина окроется в низкой самооценке? Часто. Как долго нужно вести работу, чтобы понять, что первопричина идёт в самооценке? На самом деле это видно сразу по человеку. Как он общается, как он рассказывает о себе, как он рассказывает о других. Это очень заметно. Сейчас в интернете огромное число различных тренингов, книг по прокачке своей самооценки. В каких случаях можно с помощью, допустим, интернет-курсов литературы справиться? В каких случаях только специалист сможет исправить самооценку? Здесь надо с человеком разговаривать, потому что кто-то травмирован в детстве сильнее, кто-то менее травмирован. Кому-то под силу самому найти свои слабые стороны и исправить их, кому-то нет. Всё индивидуально. Но, как правило, у каждого из нас есть слепые пятна, и эти слепые пятна мы не видим. И для этого нам нужен кто-то другой, который покажет нам их, и тогда мы уже можем над ними работать. Иногда неочевидна взаимосвязь между проблемами в определённой сфере и самооценкой. Допустим, как низкая самооценка может повредить в деловых отношениях, в работе? У человека возникают сомнения. Представьте, вот человек работал на какой-нибудь работе, руководящей, допустим, и у него всё получалось. И увидели, что он такой хороший работник, и перевели его на другую производство, в другую отрасль, которая занимается другим направлением. А он привык работать в той отрасли, у него есть определённый опыт. И он боится всего нового. Он боится идти вперёд. У него появляются ошибки. Он начинает работать хуже, чем работал раньше. Начинает сомневаться в своей эффективности. И в конце концов от этого страдает работа. Если мы берём сферу отношений, допустим, семья, любовь, как здесь может навредить низкая самооценка? Это тоже очень распространённая причина, когда супруги начинают воевать друг с другом, доказывая, кто главнее, кто сильнее, кому больше привилегий, кто больше по дому делает, кто должен заниматься детьми. И вот это всё тоже идёт, в основе вот этого всего тоже лежит низкая самооценка. Может ли человек с низкой самооценкой воспитать детей с адекватной самооценкой? Сложно, потому что дети учатся не на том, что говорят родители, а на том, что делают родители. Дети учатся на примере родителей и копируют своих родителей. И людям, у которых не совсем адекватная самооценка, если они не меняются, если они не работают над этим, сложно вырасти детей с адекватной самооценкой. Без имён. Расскажите на конкретных случаях из практики, как стабилизация самооценки помогла решить ряд других запросов клиента? Были случаи, когда приходили клиенты, у них были проблемы в работе. И в работе мешала именно неадекватная самооценка. Потому что люди боялись предлагать что-то новое, боялись вступать в новые должности, боялись переговоров, боялись, что кто-то увидит, как они считают, что они не соответствуют той должности, которую занимают, что люди ошибаются на их счёт. И работа самооценкой помогала человеку по-другому посмотреть на себя и в профессиональной сфере он шёл вверх. С чего начинается работа над самооценкой клиента? С воспоминаний. То есть это обращение к детству? Да, это обращение к детству, опыту детско-родительских отношений. Через какое время в среднем видны первые результаты положительные? Это тоже очень индивидуально. Как меняется его окружение? Бывает ли такое, что ряд людей из его списка друзей, допустим, просто-напросто отсеивается, потому что человек становится неудобен, у него появляется своя точка зрения? Да, вы совершенно правы. Именно так и происходит. Мало того, что у человека появляется своя точка зрения, человек ещё выстраивает границы. Если, допустим, человек с низкой самооценкой, он хочет всем нравиться, потому что считает, что если он будет всем делать хорошо, тогда все его будут ценить, уважать и любить. И он отвлекается на все просьбы, в ущерб себе, едет куда-то кого-то встречать, кому-то помогает приезжать, выполняет просьбы, бегает куда-то. А когда его самооценка начинает стабилизироваться, он начинает отказывать. И, как вы правильно заметили, становится неудобным. И тогда люди какие-то уходят, но на их месте появляется новое. Выходит, это адекватная самооценка, это умение сказать «нет», когда ты не хочешь что-то делать? В том числе. Какие упражнения по стабилизации самооценки можно выполнять в домашних условиях? Можно говорить и фразы перед зеркалом. Очень хорошо работают различные дневники, когда в дневниках записываются достоинства, когда в дневниках описываются ситуации, которые произошли в течение дня. И в этих ситуациях анализируется, что было хорошо, что было не очень хорошо. Когда в дневниках записываются те критические мысли, которые у человека возникают, и он себя ловит на этих мыслях и научится останавливать себя. Как человеку, что пора идти к психологу? На самом деле к психологу пора идти всем. Как этого не стесняться? Потому что есть стереотипы, что если ты ходишь к психологу, значит, с тобой что-то не так. И насколько часто вы с таким мнением сталкиваетесь? Вы знаете, сейчас все-таки попроще стало. Потому что некоторые люди путают психолога и психиатра. И тогда я объясняю, что психиатр – это человек, который лечит препаратами. А психолог – это человек, который помогает человеку оставаться здоровым. Как найти своего психолога? На что ориентироваться? И как понять, что этот психолог тебе подходит? На внутренние ощущения. Когда человек приходит, он чувствует, его это человек или нет. Сколько времени займет работа с психологом, но в среднем? Индивидуально от каждого. Как понять, что не помогает и нужно сменить психолога? Есть ли какие-то критерии, что, допустим, человек занимается год, два, три, и никакого прогресса нет? Прогресса нет. По мнению человека или по мнению окружающего? Это тоже очень субъективно. Допустим, по мнению человека ему кажется, что ничего не происходит. Он вроде бы уходит и год, два, и все выполняет, но ничего не меняется. Тогда нужно провести анализ, действительно ли ничего не меняется. Иногда изменения происходят очень медленно, они не замечаются. Знаете, как вот дети? Они растут на ваших глазах, и вы не видите, как растут. А приезжает кто-нибудь незнакомый и говорит, ой, как у вас выросли дети. Так и здесь. Надо просто посмотреть ту динамику, которая была за весь период, с чем человек пришел и с чем он сейчас, когда у него возникли сомнения в эффективности терапии. Ваше напутствие. Как через повышение самооценки улучшить качество жизни? Через повышение самооценки до адекватной можно улучшить качество жизни во всех сферах. Во-первых, на работе не будет возникать проблем, потому что люди будут восприниматься иначе. Человек с неадекватной самооценкой, он зачастую ждет от людей, что они будут его оценивать, что они будут считать его плохим, что они будут его обесценивать, потому что он не уверен в себе. Внутренняя уверенность в себе позволяет видеть мир по-другому. Спасибо, Елена. Низкая самооценка и ее причины обсуждали мы сегодня. С нами на связи была психолог Елена Бархатова. Если вы тоже хотите улучшить качество жизни и научиться любить себя, вы знаете, к кому обращаться. Всего вам доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова